Минобороны России впервые озвучило число погибших военнослужащих с начала вторжения на Украину. По официальным данным, российская сторона потеряла 498 человек убитыми и почти 1600 ранеными. По заявлениям украинской стороны, эта цифра в несколько раз больше. Информация о потерях с обеих сторон разнится и пока не поддаётся независимой проверке. На седьмой день вторжения вновь поступают сообщения об авиаударах по гражданским объектам и жертвах среди мирного населения на Украине. А данные украинской разведки предупреждают о белорусских войсках близ границы. Интенсивные обстрелы продолжаются в Мариуполе. Местные власти заявляют о жертвах среди детей. По оценкам Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, с начала боевых действий погибли 2000 мирных жителей. Но в ведомстве отметили, что это неточные данные. Российские военные утверждают, что установили контроль над Херсоном. Но власти города пока не выступают с однозначной оценкой событий. В Киеве снаряд ударил вблизи Южного железнодорожного вокзала, где в это время шла эвакуация людей. Корреспондент Евронюс сообщила о повреждении на городской теплосети. По подсчётам ООН, Украину в поисках безопасности уже покинули свыше 800 тысяч человек. На этом фоне российская и украинская делегации готовятся к проведению второго раунда переговоров. Встреча намечена на утро четверга.